МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители Кутана Новый Сагратли объявили войну закладчикам. Наркокурьеры оккупировали населенный пункт, сельчане бьют тревогу. Первый день задержали более ста машин. Естественно, людей больше было. Я видел, у них глаза были стеклянные, они как зомби ходили за этой вещью. Есть ли такая тенденция, что увеличивает все-таки количество наркоторговцев и что ситуация действительно очень печальная? Я вам приведу цифру, например, за 8 месяцев текущего года изъято наркотиков более 700 килограмм. В прошлом году было изъято 93 килограмма. Крупный пожар в гостинице Хасавюрта унес жизни людей. Задержан владелец объекта. Сплошные барьеры. Насколько городская среда доступна для инвалидов? Это итоги недели на ННТ. В студии Патимат Ханапова. Здравствуйте. Крупный пожар в гостинице в Хасавюрте в начале недели унес жизни двух человек. Шесть подстояльцев госпитализированы с травмами и ожогами. Пламя в двухэтажном здании с мансарда вспыхнуло, охватив кровлю и второй этаж. Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Следственный комитет России взял на контроль расследование пожара. В настоящее время эксперты устанавливают причину и очаг возгорания. Тяжелые больные были эвакуированы в Махачкале. Задержан и 47-летний владелец гостиницы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Плантации на миллион более 40 кустов. Культивированной конопли обнаружены на окраине села Кутул Куракского района. Кусты были высажены в зарослях вдоль устья местной реки. В момент проведения мероприятия на указанном участке был задержан 26-летний житель Сулейманстальского района. На мужчину возбуждено уголовное дело. По его словам, участок с дикорастущим растением он обнаружил в прошлом году. Тогда, сорвав части кушки для личного употребления, очень впечатлился качеством данного продукта и стал приглядывать за урожаем. Тем временем в селе Новый Саград три местные жители объявили войну закладчикам. На территории населенного пункта наркокурьеры массово делают тайники. Закапывают свертки в клумбы на полях, в лесных массивах и даже возле школ. А потом за товаром приходят клиенты. Их и караулят дружинники. Как неравнодушные люди борются с наркобизнесом? Смотрите в специальном репортаже. Такие тайники с наркотиками местные жители находят здесь каждый день. Люди бьют тревогу. Говорят, их местность становится чуть ли не логовом наркоманов. Эту вещь я видел просто этих людей. Глаза были стеклянные, они как зомби ходили за этой вещью. Мы ловили здесь многих тех, кто приходил за закладками. И я вам скажу, честно говоря, нас это очень удивило. Здесь были практически представители всех профессий, различных государственных структур, даже правоохранительных. Мы ловили всех блогеров, известных людей. Я не буду говорить на камере. О том, что здесь торгуют смертью, местные жители узнали просто благодаря своей внимательности. Сначала они заметили большое количество велосипедистов. Предположительно, они и являлись закладчиками. Затем в населенном пункте зачастились незнакомые местным жителям автомобили. Более ста приезжих машин в день фиксируют активисты. Они говорят, сюда за наркотиками заезжают со всего Дагестана и даже из соседних регионов. Один случай был такой. Проверяли телефонную локацию, какая локация у него там, чтобы знать, кто это просто проезжающий или наркоман. И переписка есть. Жена пишет, ребенку смесь купи, бутылку купи. А он отвечает, у меня денег нет. А он приехал сюда за несколько грамм дозы. Видимо, это около 20 тысяч стоит. Такая ситуация в родном селе не оставила равнодушными людей. Местный джамат вышел на борьбу с наркоторговлей. На каждом въезде активисты установили блок посты. Каждый вечер более ста человек наблюдают и караулят приезжих. Такое недопустимо. Эту ситуацию надо донести до власти. Оставлять такое непозволительно. Эти люди-добровольцы устали сутками дежурить. Почему именно в этом поселке такая ситуация? Люди предполагают, все дело в логистике. На Кутан удобно заезжать с городов Дагестана и даже из соседних республик. Кроме того, здесь много заброшенных полей и лесов. Поддержать нас. Мы руками и ногами связаны с действием по закону. Лишнее не можем себе позволять. Они с оружием могут приехать. Они как угодно могут приехать. Поэтому поддержка нужна. Патимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Кумторкалинский район. Местные жители обратились к нам в редакцию с просьбой посодействовать в решении их вопроса. В борьбе против наркобизнеса им нужна поддержка власти и силовых структур. Мы пригласили в студию начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Дагестана Амархаяма Амарова, чтобы узнать, будет ли оказана поддержка местным жителям и усилен надзор. Амархаям Абубакарович, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Курсили Министерство внутренних дел этой ситуации. Что вы можете сказать по этому поводу? Да, конечно. Мы узнали об ситуации, которая складывается в Кумторкалинском районе, Прикутанных землях, Новосогратль. По нашей информации, наркодилеры на данном участке территории местности организовали закладочную сеть, где расставляли наркотики в специальных тайниках. В связи с этим участились случаи приобретения данного наркотика бесконтактным путем и на данную местность начали приезжать жители из разных частей нашего города, республики и попали в поле зрения местных жителей. Естественно, местные жители увидели, что происходит что-то неладное, приезжают, роются на разных машинах. Они догадались, что это идет какая-то незаконная операция и, в частности, связанная с незаконным оборотом наркотиков. После чего местный актив поднял немного шумиху, обратились правительные органы, после чего управление наркоконтроля подключилось к этой ситуации, был осуществлен выезд туда на место, провели совместные по информациям жителей Кумторкалинского района мероприятия, в результате которых были задержаны граждане. Среди них, насколько известно, есть и полицейские. По нашей информации, эти полицейские, которые там задержаны, они были задержаны по подозрению в употреблении наркотиков. Дальнейшая работа с ним проводилась управлением собственной безопасности МВД по республике Дагестан. Управлением наркоконтроля было задержано ряд граждан, в отношении которого жители Кумторкалинского района возбудили уголовное дело в простоте 228-й части 2-й, хранение в крупном размере наркотических средств. Какие методы борьбы есть и какие применяются? Именно в данном случае новые согратели? Какие будут применены, чтобы как-то разрешить эту ситуацию? Вы знаете, закладчики – это та категория людей, преступников, которые выбирают себе такую местность, чтобы они оказались максимально незамечены при осуществлении своих незаконных операций с наркотиками. В данном случае вот этот новый согратель, Кумторкалинский район, прикутанные земли, там, где нет камер, где малоподвижное место, где нет населения, инфраструктуры и так далее, они выбирают себе такие места и там делают закладки. Естественно, управление наркоконтролем и другими службами МВД по республике Дагестан проводится работа в отношении таких преступников. Это уже немножко секретная часть этой работы, поэтому я отлучивать здесь не могу. Ну и, естественно, они задерживаются, и такая практика есть. Мы можем вам представить материалы по реализованным нашим делам. Поэтому эта работа ведется на постоянной основе. Да, вот жители сообщают, что ситуация-то массовая. Будете ли вы как-то помогать им в борьбе? Да, конечно, в данный момент на данный участок работы брошены большая часть сил, оперативные сотрудники, территориальный отдел полиции, сотрудники там проводят мероприятия. Кроме этого, усилены маршруты патрулирования, патрульно-постовых служб на этом участке местности. И, естественно, будет тесный контакт с жителями, и по любой информации, которая будет от них поступать, мы будем осуществлять выезды и проводить оперативные мероприятия на этом месте. А так, чтобы у них было больше полномочий, может какие-то решения предпринять? Что возможно? Ну, я бы вам так сказал, чтобы были полномочия у гражданского населения, для этого имеется такая категория граждан, которая называется дружинники. Вот у нас уже есть хорошие примеры, где мы с органами местного самоуправления организовали такие мероприятия и назначили дружинников через администрацию районов. Можно сделать список дружинников, где привлекаются самые порядочные, честные, успешные ребята, которые могут помогать в этой сфере. Но не каждого второго. Именно который характеризует глава села, глава района, глава поселка. Этих ребят мы вводим в списки дружинников. И с помощью их информации, естественно, мы уже проводим дальнейшие мероприятия. Планируется ли такая практика именно в новом Сагратлиев? Да, конечно. Мы сядем и обсудим это вместе с главой района. Сделаем списки, подберем туда нормальных ребят, которым разъясним, что нужно делать при обнаружении таких лиц, либо обнаружении наркотических средств, как нужно сообщать в органы наркоконтроля, либо ставить в известность, например, управления собственной безопасностью, если там сотрудники какие-то нарисовались, и что-то там пытаются сделать. Это мы все разъясним. Это будет в ближайшее время, мы это сделаем. И отрадно то, что, конечно, актив Кунтуру Галинского района, именно вот новый Сагратль, они отреагировали на это, это все правильно. Но, естественно, мы призываем органы внутренних дел не заниматься самоуправством, ни в коем случае не устраивать самосуды. При обнаружении таких личностей сомнительных, естественно, вызывать туда сотрудников правоохранительных органов, в том числе территориальный отдел полиции по Кунтуру Галинскому району. И хотелось бы поговорить немного о наших наблюдениях. Страница МВД сообщает о деятельности министерства. И вот мы заметили, что в последнее время очень много информационных сводок о том, что задержали наркозакладчика и так далее. Вот есть ли такая тенденция, что увеличивает все-таки количество наркоторговцев, и что ситуация действительно очень печальная в какой-то степени? Ну да, конечно. Вот я вам приведу цифру, например. За 8 месяцев текущего года правоохранительными органами выявлено 1935 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Аналогичный период прошлого года – 1835. Почти 8 раз было. Да, изъято наркотиков более 700 килограмм. В прошлом году было изъято 93 килограмма. Естественно, это говорит о том, что повысился спрос на наркотики. И, естественно, когда бывает спрос, бывает и предложение. То есть населением востребован синтетический наркотик, в связи с чем наркодилеры и направляют сюда своих курьеров. Курьеры закапывают тайники, делают наркотические тайники, откуда забирают уже наши местные жители и работают на те или иные сайты. И расставляют наркотики. Естественно, эта тенденция есть, негативная. Но поэтому и вы видите в сводках, что очень много задержанных молодых людей, связанных именно с закладками наркотиков. Огромное количество, уже десятки, сотни задержанных лиц, которые причастны именно к бесконтактному сбыту наркотиков. Это сегодня проблема не только Республики Дагестан, это проблема в целом и по Российской Федерации, и государственные постсоветского пространства. Это повсюду, потому что имеются высокие технологии сейчас, такие Телеграм, Ватсап, Вайбер и все прочее, через которые преступники конспирируют свою деятельность и таким образом оттягивают свое дальнейшее преследование. Как вы считаете, с чем связано такое увеличение наркопреступлений? Дело в спросе или все-таки есть какие-то другие причины? Вы знаете, дело и в спросе, и в предложении. Спрос рождает предложение, как я вам сказал. И вот об этом светится количество выявленных преступлений. Раньше, если года два-три назад в Республике не был востребован такой наркотик, как мифедрон, энметилофедрон, это синтетическая группа наркотиков, то сегодня у населения появилось большое желание употреблять этот наркотик. Но это в возрасте от 17 до 35-40 лет. Он более доступный для каких-то старых населений? Он доступный, почему? Потому что его изготавливают на территории РФ, в каких-то цехах, подпольных лабораториях, потому что это чистая химия. Там нет никакого растительного происхождения, компонентов. Это чистая химия. Он изготавливается и поступает в регионы. И по цене, конечно же, он дешевле, чем такие наркотики, как кокаин, героин и все прочее. Я бы хотел обратиться к гражданам, обратиться к молодежи, в связи с участившимися случаями, значит, задержание молодых людей, которые являются закладчиками, работают на те или иные сайты, чтобы они не попадали в сети наркодельцов. Прежде чем, допустим, устраиваться на какую-то высокооплачиваемую работу, которую они находят по интернету, на авито или еще где-то на сайтах, нужно им проконсультироваться со старшими. Наркодилеры сейчас как они вербуют людей? Они распространяют объявления, где обещают высокие заработки, за неделю 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей. А как вы знаете, социальное положение у нас в республике не совсем хорошее. Молодежь кидается на эти предложения, начинает работать, потом оказывается в сетях этих наркодилеров. Поэтому я обращаюсь к молодежи, чтобы они ни в коем случае не совершали опрометчивых поступков, попадая в сети вот этих негодяев. Поэтому прежде чем это сделать, проконсультируйтесь. Это в части работы касаемо. А также в части употребления. Я хочу довести до населения, до молодежи, что синтетические наркотики – это самые опасные, самые такие вредные наркотики, которые сегодня есть вообще на свете. Они наносят непоправимый ущерб здоровью и психике человека. Поэтому молодежи нужно одуматься, прежде чем употреблять эти порошки, нюхать их, ходить по клубам и так далее. Нужно заниматься спортом, быть более религиозными, заниматься полезными делами. Еще хотелось бы коснуться законодательства. Вот наказание за наркопотребление, оно недостаточно жесткое. Чувствует ли молодежь безнаказанность? Я с вами согласен в плане того, что за употребление наркотических средств сегодня предусмотрена всего лишь административная ответственность. Это штраф от 4 до 5 тысяч рублей, либо там двое суток ареста за употребление. Конечно, этого недостаточно. В связи с складывающейся оперативной обстановкой в сфере незаконного употребления, оборота наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих веществ, это неадекватно. Я считаю, что за употребление наркотиков нужно обязательно привлекать к уголовной ответственности. Иначе на сегодняшний день остановить ситуацию будет сложно. Подражать каким-то государством, где толерантным, где допускается употребление наркотиков определенных, да, легализованные какие-то наркотики, но мы и не живем в этих странах, у нас другой менталитет, у нас другая ситуация. Поэтому здесь позволять декриминализировать какие-то виды наркотиков и так далее, но это будет неправильно, надо только ужесточать. Может, какие-то профилактические меры, тоже нужно сделать упор на них? Как они эффективны? А вот тут вы правы, да, профилактические меры, они необходимы сегодня нашему обществу, нашей молодежи. Почему? Потому что мы вместе, правоохранительная система, общественные институты, организации, ведомства, администрации, так далее, мы не дорабатываем с населением. Поэтому вам, журналистам, органам местного самоуправления, правоохранительным органам, всем нужно вместе сегодня направить свои силы на профилактику нашей молодежи, чтобы довести до них, что употреблять эти наркотики, это категорически запрещено, и не нужно этого вообще делать. Вот тут нужно все силы бросить, чтобы снизить спрос на употребление наркотиков. После этого, возможно, и будет у нас меньше выявленных преступлений, меньше изъятых наркотиков и всего прочего негативного. Ну, в целом, наверное, мы завершим на этом. Спасибо вам, что пришли. Беседа была достаточно полезна, я думаю, не только для меня, как для журналиста, и для зрителей. Может, кто-то, послушав нас, как-то одумается и сделать правильный выбор. Да, надеюсь на это. Как передвигаться инвалидам в городе и что необходимо изменить для снятия барьера? Вообще, Российский народный фронт взял на контроль обращение жителей Махачкалы к президенту страны. В частности, представители организации проверили наличие доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Махачкалинской поликлинике номер 9. Подробнее в сюжете Карима Даниева. Сабрина Алиева – активист и эксперт программы «Доступная среда» в Дагестане. Она не понаслышке знает о трудностях людей с ограниченными возможностями в повседневной жизни. Девушка прилагает немало усилий, чтобы исправить ситуацию. Сегодня Сабрина лично выехала по обращению жителей на отсутствие элементов доступной среды в поликлинике номер 9. Обращение жителей Махачкалы направили на прямую линию президентов в июне этого года. Они сообщили, что поликлиника частично оборудована элементами доступной среды и в ней отсутствуют ее важные составляющие. Например, противоскользящее покрытие на ступенях и пандусах, тактильная дорожка, отсутствуют таблички со шрифтом Брайля. Во многих медицинских учреждениях мы обеспечили за счет финансирования программы «Доступная среда» доступ и адаптацию входной зоны в лечебное учреждение. И фактически, учитывая то, что все-таки финансовые средства ограничены и заявленные потребности на сегодняшний день медицинских учреждений, они в полном объеме нет такой возможности профинансировать. И поэтому все остальные мероприятия в качестве образца мы частично адаптируем лечебное учреждение в рамках программы «Доступная среда», а все остальные мероприятия уже руководители лечебных учреждений получают в качестве консультативной методической помощи. Изменения уже запланированы и внесены в смету медучреждения. Поликлиника номер 9 города Махачкалы включена в программу по капитальному ремонту на 2022 год. Для инвалидов будут оборудованы новые пандусы, специализированный санузел и другие элементы «Доступной среды». Мы договорились с коллегами, будет такое обращение к миру города Салмана-Подъяву, складая его по поводу асфальтирования. Постараемся, чтобы в 2022 году данная территория была обустроена силами администрации города Махачкала. Общественный народный фронт взял ситуацию на свой контроль и будет отслеживать ход выполнения работ. Карим Даниев, Магомед Магометов, телеканал ННТ, Махачкала. В Махачкале продолжается снос незаконных строений. На этой неделе судебные приставы Кировского района привели в исполнение решения суда о принудительном сносе трех зданий. Были демонтированы объекты капитального строительства. В мероприятиях по демонтажу приняли участие специалисты управления архитектурой и градостроительства мэрии города, а также представители прокуратуры республики. Первый в мире памятник создателям вакцины от коронавируса открылся в Дагестане. Мемориальный комплекс, символизирующий подвиг ученых и врачей, появился на территории санатория журавли. Три скульптуры медиков стоят перед мраморным панно, на котором изображены летящие журавли. Они символизируют созданные вакцины. Также в память о врачах, отдавших свою жизнь за борьбу с вирусом, разбит сквер. Идея установить монумент принадлежит руководству центра. У нас есть с вами одна возможность донести до людей, что есть возможность побороть эту болезнь. Это только вакцинация. И сегодня каждый должен сделать выбор для себя, что вакцинация – это путь к спасению. И выбор для себя в пользу здоровья. И мне бы хотелось эти белые розы положить к ногам людей в белых халатах. Религиозные деятели из Татарстана посетили Муфтия Дагестана. В состав делегации вошли главный кази Духовного управления мусульман Татарстана Джалиль Хазрат Фазлиев и имамы мечети. Шейх Ахмад Афандий выразил радость по поводу встречи с почетными гостями. Стороны обсудили вопросы дальнейшего тесного сотрудничества во благо страны. В ходе беседы также говорили о братстве между народами Дагестана и Татарстана. В Дагестане прошел форум «Школа молодых теологов». Он собрал представителей ислама и православия на одной площадке. В рамках форума состоялось и пленарное заседание по теологическому образованию. Подробнее в сюжете Хамзе Нурмагомедова. Это уже третья всероссийская научно-образовательная конференция. Она рассматривает вопросы теологического образования представителей разных конфессий. А именно ее проблемы и перспективы развития. На встрече выступают как представители власти, так и научная интеллигенция. Развитие вот такого обмена опытом, обмена знаниями, обмена межпоколенческим обменом таким. Это идет развитие. Более того, если это раньше было только на базе, например, Дагестанского гуманитарного института, предположим, то сейчас уже приезжают гости из других регионов, из других вузов. Ведет к тому, что у нас наука, и особенно высшая школа, становится более зрелой. Более зрелой, и поэтому, естественно, мы ожидаем, что и выходцы студентов, которые будут заканчивать такие вузы, они уже дадут пользу обществу. Дагестан является одним из лидеров по развитию теологического образования в России, отмечают эксперты. И в эти дни на базе санатория Каспии в Карабудахкенском районе проходит школа молодого теолога. В ней принимают участие более 50 молодых ребят из разных субъектов страны. Теология как наука, она признана нашим государством как официальная наука. И на сегодняшний день нам не хватает ученых, именно теологов. У нас есть религоведы, есть философы, есть историки, но именно теологов, которые занимаются именно изучением теологии как науки, вот таких ученых нам не хватает. И в дальнейшем мы планируем создать на базе Дагестанского Гуманитарного института совместно с Петербургским Государственным университетом и Российским Исламским институтом города Казани объединенного совета по защите диссертационных работ по теологии, чтобы у нас могли ребята защищать и кандидатские, и докторские степени по теологии. На одной площадке в рамках форума проходят образовательные, научные, спортивные мероприятия. Перед молодыми теологами выступают ведущие эксперты. Организатором выступил Дагестанский гуманитарный институт. Хамзу Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Долгасанов. Новости телеканала ННТ. Фильм о горских евреях. Федеральный телеканал «Культура» провел документальные съемки о жителях Дербента, которые проживают в горах и этнически относятся к еврейской культуре. Автор проекта «Земля людей» Анна Коряковцева. Со своей командой она приехала в Дербент неделю назад. Над фильмом съемочная бригада работала три месяца. Антологию снимают без постановок, специальных кадров и заготовок, делится автор проекта. И вот уже в конце этого года жизнь южных горцев покажут на канале «Россия. Культура» при съемке фильма. Им помогали и местные жители. Очень буду рада, если как можно больше людей обратятся к этой тематике. Потому что этнография – это вообще очень интересно и очень нужно. У меня даже греет такая мысль о том, что если через 100 лет, 150 лет кто-нибудь в архиве найдет наш проект, и для него мы будем той хроникой, как жили сегодня представители народов России, то мне кажется, о, здорово. Я не зря тоже внесла свой вклад. Это были главные новости минувшей недели. Следите за развитием событий на нашем канале. С вами была Патима Тханапова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова